Всем привет! Это видео о том, как настроить интернет Wi-Fi роутер на примере TP-Link AC750 ARCHER C20. Мы рассмотрим настройку роутера с помощью компьютера, но таким же образом это можно сделать и со смартфона или планшета. Итак, вам только что провели интернет или возникла необходимость замены старого роутера и вы приобрели новый. Прежде чем перейти к настройкам, подключите его. Все по стандартной схеме. Сначала подключаем Wi-Fi роутер к электросети и включаем его. Ждем, чтобы загорелись индикаторы на передней панели. После этого в интернет-порт синего цвета подключаем кабель от провайдера или ADSL модем. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Если вы хотите настраивать роутер по сетевому кабелю, подключив его к ПК или ноутбуку, то возьмите сетевой кабель, который идет в комплекте, и соедините компьютер с роутером. Для этого воткните его в один из Ethernet-разъемов желтого цвета роутера и в сетевой вход компьютера. Если есть возможность, то советую настраивать именно по кабелю, так надежнее. Если хотите, можете подключиться к роутеру по Wi-Fi. После подключения ваши устройства должны обнаружить Wi-Fi-сеть с заводским названием. Для подключения к этой сети нужно использовать пароль, то есть пин-код, в который указаны наклейки снизу роутера. Там же указаны стандартные названия Wi-Fi-сетей. Если наклейки по каким-то причинам нет, то эти данные обязательно будут указаны на инструкции к роутеру. Чтобы зайти в настройки роутера TP-Link, достаточно на устройстве, которое подключено к роутеру, открыть любой браузер и перейти по адресу. Адрес для входа в настройки и другие заводские параметры также указаны на наклейке снизу роутера. Как правило, на всех роутерах в настройки можно попасть по IP-адресу 192.168.1.1, либо 192.168.0.1. Если, вводя адрес страницы настроек роутера, вы не попадаете на нее, то сбросьте все ее настройки к заводским. Для этого нажмите кнопку на роутере с названием Reset и удерживайте ее около 5-10 секунд. Роутер начнет перезагружаться, о чем вы поймете по мигающим диодам-индикаторам. После перезагрузки попробуйте перейти к роутеру описанным способом снова. В результате появится страница авторизации, где нужно указать имя пользователя и пароль. По умолчанию это обычно админ и админ. После этого должна открыться страница с настройками роутера. Здесь мы и зададим все необходимые параметры. Обратите внимание на присутствие пункта «Быстрая настройка». Но не путайте его с автоматической настройкой. И я предлагаю вернуться к нему позже. А прежде чем перейти непосредственно к настройкам, небольшой анекдот. Вчера долго пытался объяснить бабуле, что работаю программистом. Удалось? Короче, сошлись на том, что чиню телевизоры и развожу мышей. А мы продолжаем. Итак, в настройках перейдите на вкладку «Сеть», то есть «Вон». Здесь первым делом нужно выбрать тип подключения. В нашем случае – динамический IP. Если у вас такой же способ подключения, то выбирать ничего не нужно. Он установлен по умолчанию. И интернет через роутер уже должен работать. А индикатор на роутере должен гореть зеленым, а не оранжевым. А если у вас PPPOE или L2TP подключение, то выбираем соответствующий тип подключения в меню и задаем необходимые параметры, которые вам выдал провайдер. Свяжитесь и уточните у него всю информацию по настройке. Имя пользователя, пароль, IP-адрес, имя сервера и так далее. На некоторых роутерах есть еще одна кнопка «Определить» напротив типа подключения, нажав на которую, роутер попробует сам определить тип вашего подключения к интернету. Не забудьте после изменения настроек нажать кнопку «Сохранить». Чтобы интернет заработал через наш TP-Link Archer C20, индикатор интернет в виде кружочка с кольцом должен гореть зеленым цветом. Но имейте в виду, если у вас динамический IP, то провайдер может делать привязку по MAC-адресу. Если роутер не подключится к интернету, то уточните этот вопрос у провайдера. Возможно, потребуется ему сообщить ваш MAC-адрес. Это связано с тем, что некоторые интернет-провайдеры делают привязку по MAC-адресу. Это когда у вас подключен интернет, и он привязан к какому-то из устройств. К компьютеру, ноутбуку или роутеру. Дело в том, что если интернет привязан к MAC-адресу, сетевой карты компьютера, то после подключения кабеля к сетевой карте, ноутбука или роутеру, интернет работать не будет. Потому что MAC-адрес у роутера и ноутбука будет другим. Если провайдер делает привязку по MAC-адресу, то есть два варианта. Задать роутеру MAC-адрес, которому привязан интернет, или связаться с поддержкой провайдера, чтобы уточнить или сменить адрес на новый. Как узнать MAC-адрес роутера? Все очень просто. Возьмите свой роутер и посмотрите снизу на наклейке. Там будет указан MAC-адрес. Чтобы изменить MAC-адрес роутера, нужно зайти в его настройки. Закладка «Сеть клонирования MAC-адреса». Здесь также есть два варианта. Можно вручную прописать новый MAC-адрес в поле MAC-адрес в сети ВОН. Или же клонировать его с компьютера, который подключен к роутеру по кабелю, с которого вы настраиваете подключение. Если вы хотите клонировать MAC-адрес компьютера, то по сетевому кабелю подключите к роутеру тот компьютер, к которому был привязан интернет. И с него выполняйте настройку. Это важно! Не забудьте сохранить настройки кнопкой и перезагрузить роутер после изменения настроек MAC-адреса. В результате интернет-соединение с компьютером уже должно быть установлено. Чтобы понять, что интернет подключен, посмотрите на соответствующий значок индикации на роутере. Он должен светиться зеленым или синим, а не желтым или красным. Или проверьте значок сетевого соединения на панели задач вашего ПК. На нем не должно быть желтого восклицательного знака или красного крестика. Если вы все сделали правильно и интернет уже работает, то можно переходить к настройке Wi-Fi-сети. Так как это двухдиапазонный роутер, то он транслирует две Wi-Fi-сети. Одну на частоте 2,4 ГГц, а вторую на 5 ГГц. Если вам не нужна какая-то сеть, то предлагаю перейти на вкладку «Выбор рабочей частоты» и отключить сеть на той частоте, которая вам не нужна. Достаточно просто убрать галочку и сохранить настройки. А можете оставить обе сети. Например, старое устройство подключать к 2,4 ГГц, а новое, которое поддерживают, к Wi-Fi 5 ГГц. Дальше переходим на вкладку Wi-Fi-сети, которую нам нужно настроить. Задаем имя беспровода сети в меню. Основные настройки. Не забудьте сохранить настройки. Следующий шаг – установка пароля на Wi-Fi-сеть. Для этого перейдите на вкладку «Защита беспроводного режима». Вы можете выбрать одну из следующих опций защиты. Отключить защиту. Если она отключена, беспроводные станции могут подключаться к маршрутизатору без шифрования и пароля. Настоятельно рекомендую выбрать один из представленных ниже вариантов защиты беспроводной сети. VPA или VPA2 Personal – защита на основе VPA с использованием общего ключа. VPA – VPA Twin Price – защита на основе VPA через радиус сервер. Web – защита 802.11.web. Выберите рекомендуемую опцию VPA-VPA2 Personal и в поле «Пароль беспроводной сети» задайте пароль, который будет использоваться для подключения к вашему Wi-Fi. Сохраните настройки и перезагрузите роутер. Важно! Если вы оставили трансляцию сетей на частоте 2.4 или 5 ГГц, то задавайте настройки для обоих сетей и установите пароль. Настройки у них одинаковы. Если вы до настройки Wi-Fi подключали к беспроводной сети какие-то устройства, то после смены пароля и перезагрузки роутера нужно будет подключить их заново, уже указав новый пароль, перелогиниться. Настройка роутера почти закончена. Но я также настоятельно рекомендую сменить заводской пароль Admin, который используется для защиты настроек роутера. И сделать это можно во вкладке «Системные инструменты» – «Пароль». Просто укажите старый пароль и имя пользователя, и новые данные. Сохраните настройки. Только постарайтесь не забыть установленный пароль, а то не сможете зайти в настройки вашего роутера. Придется делать сброс настроек и настраивать его заново. Теперь, когда мы разобрались во всех необходимых для работы базовых настройках роутера, я хочу вернуться к меню «Быстрая настройка». В данном меню собраны все базовые настройки роутера, которые мы уже осуществили, переходя по соответствующим пунктам меню. Но только в одном месте. Чтобы осуществить быструю настройку, следуйте следующему. Перейдите в соответствующий раздел и нажмите «Далее». Укажите страну, город и поставщика интернет-услуг. Здесь производитель попытался собрать основных поставщиков услуг и используемые им типы подключения. Если вам повезло и ваш провайдер есть в списке, выберите именно его. Если нет, поставьте галочку «Я не нашел подходящих настроек». Далее, а далее собраны фактически те же настройки, которые мы только что осуществили. Выберите используемый вашим провайдером тип подключения. Укажите необходимость планирования MAC-адреса. Для чего и как это делается, я уже объяснил. Укажите используемые частоты Wi-Fi подключения. Задайте имя и пароль Wi-Fi сети. Подтвердите настраиваемые параметры. Нажмите «Назад», чтобы изменить их, или «Сохранить», чтобы сохранить настройки и использовать их в дальнейшем. Это выглядит очень просто, так как мы разобрались в каждом пункте по отдельности. Но поверьте, если бы вы это делали впервые, вам бы так не показалось. Более детально о настройках Wi-Fi, костевой сети и функции VPS роутера смотрите в одном из наших следующих роликов. В этом видео я также хочу описать еще одну функцию роутера, которая не совсем базовая. Это DHCP. Хотя она по умолчанию включена и работает, я постараюсь объяснить принцип ее работы и доступные настройки. DHCP – это очень востребованная функция. Если вы решите подключить компьютер к телевизору и воспроизводить мультимедийный контент на втором устройстве с помощью медиасервера, или захотите передать видеопоток с PC на TV, то функцию DHCP на маршрутизаторе нужно активировать, иначе все придется настраивать вручную. Как правило, по умолчанию данная опция на сетевом устройстве включена, но в силу разных причин у некоторых пользователей она находится не в активном состоянии. Чтобы включить или настроить ее, перейдите в настройки роутера в меню DHCP – «Настройки DHCP». На этой странице вы сможете включить DHCP сервер и задать начальный и конечный IP-адрес в одноименных полях для локальной сети. Начальный IP-адрес нужно задавать с учетом сетевого узла маршрутизатора и присваивать следующий за ним. Например, если основной шлюз установлен как 192.168.1.1, то начальный IP-адрес может быть 192.168.1.2, 192.168.1.3 или, как в нашем случае, 192.168.1.100. Задавая конечный IP-адрес, вы задаете количество выдаваемых роутерам подключенных устройствам адресов. Так, задав 192.168.1.199, я позволяю роутеру выдавать адреса 99 устройствам. Причем адреса у них будут в промежутке от 192.168.1.100 до 192.168.1.199. Все остальные настройки не являются обязательными, но если нужно, то можно уменьшить время аренды адреса. Это промежуток времени, в течение которого сетевой пользователь сможет подключиться к маршрутизатору, используя текущий DHCP-адрес. По окончанию срока устройство, которым был выдан IP-адрес, просит его продлить. Диалог происходит незаметно для всех, и если в сети очень много клиентов, то в этом случае опция актуальна, поскольку не забивает таблицу. Срок действия адреса, имя, MAC и IP-адрес вы сможете посмотреть в списке подключенных к сети клиентов. С помощью DHCP роутер присваивает подключенным к его сети устройствам IP-адреса. Каждый раз он будет выдавать их по очереди. В нашем случае, первому подключившемуся 192.168.1.100, потом 101.102 и так далее. Но есть возможность зарезервировать за клиентом постоянный IP-адрес. Таким образом, при подключении к сети, сетевое устройство будет выдавать подключаемому устройству один и тот же IP-адрес. Для этого нужно перейти на вкладку «Резервирование адресов» и нажать кнопку «Добавить». Пропишите MAC-адрес устройства и задайте свободный IP-адрес из имеющегося диапазона. Увидеть их можно в списке клиентов DHCP, если настраиваемое устройство подключено к роутеру на данный момент, в настройках устройства, если оно не подключено. В выпадающем в списке состояния поставьте «Включено» и нажмите кнопку «Сохранить». Теперь указанное устройство будет всегда подключаться к сети только по этому IP-адресу. Тех настроек, которые мы задали, достаточно для того, чтобы пользоваться роутером на базовом уровне. Ну и если в процессе настройки роутера у вас возникли какие-то вопросы, то можете задавать их в комментариях. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, если видео, конечно, было полезным. Всем спасибо за просмотр! Всем пока!